Депутаты готовятся к 23 очередной сессии совместное заседание комиссии по обеспечению жизнедеятельности города и по экономической инвестиционной политике градостроительства вышла довольно бурным. Большую часть времени заняло обсуждение прошедшего и будущего благоустройства, а также решение мусорной проблемы с представителями рециклинговой компании. В этом году улица Гетоева вновь будет перекрыта для движения практически на все лето. Только на этот раз будут задействованы обе полосы на участке от улицы Красно-Партизанской до улицы Набережной. Два месяца понадобится специалистам Каннской теплосети, чтобы провести капитальный ремонт трубопровода. Последние звонки прозвучали во всех школах города. Будущие выпускники попрощались со стенами родных образовательных учреждений и отправились еще усерднее готовиться к предстоящей сдаче экзаменов. Оздоровительные лагеря готовятся к летнему сезону. Уже 1 июня откроют двери для детей. Так в лагере Огонек идут глобальные ремонтные работы, на которые затрачено около 5 миллионов рублей. Открыли мотосезон любители скорости ветра. По этому поводу устроили настоящее шоу и прокатились по улицам города. В 16-й раз в Каннске прошли краевые соревнования по борьбе с самбо на призы мастера спорта международного класса Юрия Пермякова. Всего за звание лучших боролись около 70 спортсменов из 9 территорий Красноярского края и Иркутской области. В преддверии Дня предпринимательства мы запускаем серию сюжетов, в которых расскажем о том, какие меры поддержки от государства могут получить малые и средние предприниматели, а также самозанятые граждане, развивающие свой бизнес в Каннске. И в последнем из них расскажем о средних предпринимателях, которые уже успели воспользоваться такой поддержкой. В поддержке государства нуждаются не только самозанятые граждане и малые предприниматели. Иногда помощь нужна и людям, которые управляют предприятиями среднего звена. В сегодняшнем сюжете речь пойдет именно о них. Компания Тосея Колес работает в Каннске относительно недавно. Все оборудование еще в довольно неплохом состоянии, но тем не менее воспользоваться поддержкой от муниципалитета руководство решилось и в благих целях. В этот раз был приобретен ноутбук, оргтехника для мастера, чтобы здесь на месте составлял отчеты, вел бухгалтерские операции. Была приобретена пожарная сигнализация. Ну, сами понимаете, опасное производство. Это и требование еще инспекторов иметь здесь на заводе именно пожарную сигнализацию. И пеникейный станок для того, чтобы там производить брикеты. В основном это для отопления там бань, саун, дачных каких-то домиков. На закупку всего перечисленного компания потратила около миллиона рублей. Половину из этой суммы возместил муниципалитет. По словам директора производства, эта помощь была очень ощутима. Еще одним предприятием, получившим поддержку, стало общество с ограниченной ответственностью Дартекс, которые занимаются производством палочек для мороженого, кофе-размешивателей и шпателей. Сейчас запускаем инвест-программу по производству установок приборов. В администрации города Каннска наш проект был представлен. В нем планируется закупка нового оборудования, создание новых рабочих мест. И это идет совместное софинансирование 50% за счет бюджета краевого после поставки нашего оборудования. Часть оборудования мы уже закупили и поставили в 2021 году, часть оборудования поставили в 2022 году и часть оборудования сейчас идет о подписании контрактов на 2023 год. Несмотря на то, что компания уже получила поддержку на возмещение затрат на оборудование в размере 500 тысяч рублей, в этом году руководство также планирует подать заявку и побороться за эти денежные средства. Стоит добавить, что благодаря такой весомой поддержке муниципалитета компании сохраняют рабочие места и открывают новые вакансии. Только в 2022 году получатели субсидий сохранили 161 рабочее место и создали еще 25. То есть еще 25 жителей Каннска смогли трудоустроиться, а значит уровень безработицы также сократился. По результатам участия в конкурсах муниципалитет вошел в число победителей и нам предоставлена была такая возможность оказать финансовую поддержку 11 субъектам предпринимательства. Одному субъекту в части мы предоставили субсидию на реализацию инвестиционного проекта, это примерно около 5 миллионов рублей. По другому виду поддержки мы предоставили 5 субъектам предпринимательства и 5 самозанятым гражданам, осуществляющие деятельность на территории города Каннска в общей сумме около 3 миллионов рублей. Вся информация о видах поддержек, проводимых в конкурсах и отборах размещена на сайте администрации Каннска в разделе развития малого и среднего предпринимательства. Также по всем интересующим вопросам можно обращаться в администрацию в кабинет 511 или по телефону 8 391 61 358 15. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал. И сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. По словам градоначальника, представители бизнес-сообщества нашего города всегда были и остаются опорой для социально-экономического развития Каннска. И муниципалитет всегда старается оказать поддержку, чтобы предприятия всегда оставались на плаву. Со словами благодарности и с поздравлением ко всем причастным к этому празднику выступил Андрей Пересник. Уважаемые предприниматели города Каннска, сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Вы представляете отрасль, которая всегда была и остается движущей силой развития любой территории. Создавая предприятия, вы создаете рабочие места, вносите большой вклад в формирование экономического благополучия города. У вас сложная ежедневная работа, в которой редко бывают праздники и выходные, в которой все зависит только от вас. Дорогие земляки, примите мои искренние поздравления и благодарность за все, что вы делаете для нашего города. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, финансового благополучия и экономической стабильности. Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес процветающим. С праздником! Сразу после небольшой рекламы вас ждет наша рубрика «Гость студии». Сегодня мы поговорим с главным детским врачом Алексеем Бобриком. Не переключайтесь. Начинается новый сезон и своевременное обеспечение запчастями к спецтехнике позволяет в срок произвести все пассивные работы. Все есть, все запчасти. Что нету, привезут. Можно сказать только одно положительное. Молодцы. Они слышат клиента, работают на клиента. На заказ очень быстро, оперативно принимают взвешенные решения. В зависимости от поставленной задачи, даже если что-то нет в наличии, они найдут. Это говорит о профессионализме. Люди должны работать, техника должна работать. Абсолют более 10 лет оказывает качественные юридические услуги, а также услуги в сфере управления многоквартирными домами. Абсолют – это защита вашего нарушенного права по вопросам любой сложности. Мы оказываем услуги по составлению исковых заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и представления ваших интересов в суде. Также оказываем юридические услуги в сфере ЖКХ. Вы хотите сменить управляющую организацию, создать ТСЖ, но не знаете, как это сделать? Ваша управляющая организация оказывает вам услуги ненадлежащего качества? Наши специалисты помогут решить все ваши вопросы. До 28 мая снова в Канске большая выставка распродажа саженцев от красноярского питомника «Сибирские саженцы». Районированные морозоустойчивые сорта плодово-ягодных культур. Более 150 видов неприхотливых в уходе и устойчивых заболеваниям сортов груши, яблони, сливы, голубики, ежевики, малины, смородины черной и красной, крыжовника, вишни, черешня и многого другого, которые хорошо переносят как суровые сибирские морозы, так и летний зной. От красноярского плодового питомника представлены на ярмарке. Закрытая корневая система дает стопроцентную гарантию приживаемости растений, а двухлетний возраст саженцев обеспечит урожай уже в этом году. А сирень, магнолия, гортензия, лаванда, самшит, туя украсят любой сад. Опытные специалисты подскажут не только, как правильно посадить выбранные саженцы, но и как за ними ухаживать в дальнейшем. Главное садоводам не опоздать на ярмарку в Канске. Не торопитесь, выставка находится в центральном рынке Московская, 84, ТЦ «Порт Артур» напротив центрального входа. Сегодня в рубрике «Гость студии» мы поговорим о здоровье и безопасности подрастающего поколения с главным детским врачом Алексеем Бобриком. Алексей Викторович, здравствуйте. Ну и начнем наш разговор с сезонных заболеваний, а конкретно с гриппой ОРВИ. Насколько мне известно, уже пик пошел на спад, но интересно, как этот период пережили дети. Добрый день. Действительно, пик заболеваемости пошел на спад. Это, конечно, связано с климатическими условиями в первую очередь, ну и с обычными сезонными колебаниями. Для начала я, конечно, хочу коснуться прошлого года. Прошлый год, это все-таки еще заканчивался ковид. Хотя очень трудно сказать, что заканчивался ковид. Пока еще продолжается, но уже такой пандемии нет. Значит, гриппа за прошлый год, вирусологически подтвержденного лабораторно, у нас нет. В первую очередь мы это связываем, безусловно, с успешно прошедшей вакцинацией. То есть нам удалось за счет вакцинации наших основных категорий, это дети, я не говорю об отсутствии гриппа у взрослых. У взрослых грипп фиксировался. Но основные наши контингенты детей были привиты от гриппа, и поэтому у нас на территории удалось не допустить гриппа и развития вообще. Поэтому гриппа у нас в прошлом году удалось избежать как такового. Что касательно ковида, как сезонного, как пандемического заболевания, то за 22-й год у нас было 765 случаев у детей. Из положительного, что за весь 23-й год, по состоянию на вчера вечер, у нас всего 5 случаев ковида. Из отрицательных сторон болезнь новая изучается еще. Значит, у нас были два случая осложнений от ковида. Причем осложнения, которые не характерны для каких-то других осложнений. То есть это вплоть до полиорганной недостаточности, до тяжелых состояний, когда дети попадают в реанимацию. К счастью, обошлось без летальных исходов. Но, к сожалению, осложнения у детей были. Поэтому вакцинация была крайне небольшая от ковида определенных категорий детей. Поэтому там всего 160 человек привили. В этом году мы вакцинацию от ковида среди детей не проводили, пока таких задач перед нами не ставят. Что касательно на первом месте, конечно же, из всей заболеваемости у всех детей, конечно, у нас находятся респираторно-вирусные инфекции или инфекции верхних дыхательных путей. За 2022 год это почти 28 тысяч детей заболело. Вообще, я должен сказать, что в нашу поликлинику обратились 141 тысяча раз за год. То есть вот наши поликлиники, две на этом берегу и на том берегу, то есть вот 141 тысяч раз обратились наши пациенты. Из заболеваемости, конечно, на первом месте у нас находится заболеваемость дыхательных путей. 28 тысяч за прошлый год и по состоянию на вчера — это 7 тысяч заболевших детей. При этом я должен сказать, что это очень сильно отличается от других заболеваний. Например, заболеваний нервной системы — 1000, заболеваний глаз — 700, заболеваний эндокринной системы — 400. Ну, то есть это прямо различается на порядке. Поэтому, конечно же, не зря во всем мире именно заболеваниям респираторным придается основное значение как, в первую очередь, как экономического ущерба государству. То есть мы все столкнулись с эпидемией пандемии ковида, то есть и, наверное, все на себе испытали, насколько может разрушить банальная вирусная инфекция. Впереди лето, и хотелось бы напомнить родителям, на что стоит в первую очередь обратить внимание, чтобы обезопасить своих детей от серьезных заболеваний. Значит, вы абсолютно правы. Я даже больше скажу, что не только от заболеваний. У нас в прошлом году, как вы помните, была очень трагичная ситуация, когда у нас 5 детей утонули. Поэтому и у нас уже, как вы знаете, один случай есть в Каннском районе, отрицательный. То есть были еще несколько попыток, но там успешно спасли, люди помогли, спасибо. И спасатели отработали. Поэтому, понимаете, как если от болезни можно попытаться полечиться, то от вот такого вот критического состояния вылечиться невозможно, если утонет человек. Поэтому, конечно же, в первую очередь, это бдительность со стороны родителей. Не оставляйте своих детей. Вообще впереди лето. И хотя у нас сейчас очень сильно затяжная весна, это, конечно, очень сильно удивляет. Но прогнозы идут разные. И в том числе один из прогнозов обещает нам необычайно теплое и жаркое лето. Поэтому я бы хотел всем напомнить, что дети первого года жизни очень уязвимы для температурных режимов. Голову ребенка нужно накрывать. Особенно чем меньше ребенок, тем чем однозначно это надо делать. Тепловой удар, очень тяжелое заболевание. У нас практически каждый год случаются такие случаи, что дети доставляются. И я должен сказать, что с тепловым ударом дети попадают в реанимацию. Потому что это прям тяжело очень переносится. Поэтому панама обязательно у ребенка, кепка панамка у ребенка обязательно должна быть. Особенно у маленьких детей это прям вообще обязательно. Ну и, конечно же, соблюдение питьевого режима. То есть если ребенок регулярно пьет, потеет. Что такое потеет? Потеет это теплосброс. Если ребенок пьет и потеет, есть шанс, что он теплового удара избежит в любой ситуации. Поэтому пить нужно всегда. При этом я еще раз отмечу, что пить нужно воду. Ни в коем случае Кока-Кола, Пепси-Кола, любая кола не заменят воду. Давайте в очередной раз коснемся темы медицинского осмотра, который необходимо пройти детям перед поступлением в образовательные и дошкольные учреждения. Да, это очень интересная тема. Мы каждый год ее с вами касаемся. У нас каждый год появляются удивленные наши пациенты и их родители, которые впервые 31 августа вспоминают, что завтра в школу. И они искренне возмущаются, что прибежали, а там их еще 300 человек такие же, которые только вспомнили. Я еще раз обращаюсь ко всем и напоминаю, что наши результаты всех обследований годны в течение 6 месяцев. Поэтому ничто не мешает сейчас нашим замечательным родителям проходить медицинские осмотры для первичного поступления в образовательные учреждения. Я повторюсь, это критичное слово, первичное поступление, когда вы впервые приходите в первый класс или впервые приходите в детский садик. Когда вы посещаете детский сад, вам не надо проходить медицинский осмотр перед переходом в другую группу или в другой класс. Этого не требуется. Мы проведем все осмотры сами в течение года. У нас есть план, у нас все расписано. В этой ситуации родителям ничего не нужно делать, мы все сделаем сами. Тут самое главное нам не мешать. Спасибо за разговор. Я надеюсь, что он будет полезен нашим зрителям. А я напоминаю, сегодня у нас в студии был главный детский врач Алексей Викторович Боблик. Дождливые и пасмурные выходные ожидают жителей Каннска. Сегодня ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 6 градусов. В субботу окажется самым ветреным днем. Порывы будут доходить до 9 метров в секунду. Погода в светлое время суток плюс 11, плюс 15, в темное плюс 6. Дождь, возможно, гроза. 28 марта днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 17 градусов. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, будет дождь. Ночью ожидается до плюс 8. Сразу после выпуска новостей вас ждет наша рубрика «Полезно знать». На этом у нас все. В студии была Юлия Олейникова. Всего доброго, хороших выходных. Компания «Экохом» предлагает услуги химчистки ковров, пледов, покрывал на профессиональном оборудовании с использованием центрифуги, что дает вам качественное выполнение работ за минимальный срок. Сами заберем, почистим и привезем. Опыт более 7 лет. Услуги круглый год по городу Каннску и Каннскому району. «Экохом» – чистка и сушка ковров, пледов, покрывал. Телефон 8-913-596-4836. Когда пора ехать? Закажи такси. Максим, приедем быстро. 391-61-277-77. Для современного человека ежедневный стресс, плохая экологическая обстановка стали обычными спутниками жизни. Разумеется, со временем наш организм начинает ослабевать. К счастью, сегодня существует отличная возможность пройти профилактические процедуры для эффективного лечения целого ряда хронических заболеваний, а также успокоить свою нервную систему и улучшить иммунитет в санатории-профилактории «Березка». «Березка» – это место профессионализма медицинского и обслуживающего персонала, комфортных условий отдыха, чистейшего воздуха и живописной природы. КОНЕЦ КОНЕЦ